Старинную вятку в цвете представили кировчанам в галерее прогресса. Там открылась выставка с таким названием. 30 живописных произведений вятских художников и все они созданы по ретро-фотографиям старой вятки конца 19-го, начала 20-го веков. К примеру, по фотографиям такого известнейшего мастера, как Сергей Лобовиков, какими цветами заиграла вятка на холстах, своими глазами увидела Алина Кодрихова. Собрать 30 художников, раздать им ретро-фотографии старой вятки и главное обозначить краткие сроки исполнения, загнать в четкие рамки живописца, возможно ли это? Оказалось, что да. И вот члены Кировского союза художников собрались и показали, как в цвете выглядел наш город, когда на дворе был 19-й век. Здесь представлена панорама на Царево-Константиновскую церковь, где когда-то была жена Пушкина, если мы обратимся в историю. Образы праздных обывателей Царевской улочки художника Максима Наумова свежи, как произведение Салтыкова-Щедрина. Упитанные и перекусывающие на ходу, порой они так похожи на современных прохожих, разве что костюмы старинные. Можно даже продифференцировать по семи смертным грехам. Гнев, чревоугодие, предположим, воровство, блуд. Ну, как бы слабость человека в противовес чистоте церкви. Ольга Швецова выбрала другой сюжет – панорамный вид. Говорит, любит просторы и писать на пленере. К тому же эта улица – Царево-Константиновская тогда, а теперь Свободы. Ей как родная. Это дорога, по которой я почти каждый день добираюсь до своей мастерской. Это наш дом художника, здание Союза художника. Вот она. И здесь даже вот горит огонек. Художники, мы очень долго работаем, иногда даже до девяти и больше. Узнаваемые виды и пейзажи улицы родного города так необычно представлены зрителю. После просмотра хочется пройтись по тем же местам или пересмотреть ретро-снимки. По итогам выставки авторы представят каталог работ. Совершить променад «Повятки в цвете» можно в галерее «Прогресса» до 10 июля. Алина Котрихова, Антон Мамаев. Информационный канал «Город».